Водовозка С главой областного центра согласны несколько десятков председателей садоводств. У них сегодня одновременные мастер-классы и экскурсия. Здесь, например, лекцию проводят спасатели и показывают современные средства защиты. Одни смотрят с перспективой на будущее, другие с легкой завистью. Организовать такую противопожарную оборону у себя в садоводстве могут не все. Нашему садоводству с 59-го года даже еще раньше организовывалось. Там, во-первых, улицы все застроены, все лезут, улицу сужают. Ранцы – это деньги надо собирать. Сейчас, вы знаете, как с оплатами очень плохо, поэтому я не знаю. Просто народ надо организовывать, рассказывать там все это. Тем временем на торфяниках в Плишкино начинаются непосредственно учения. По легенде, возгорание сухой травы обнаружили казаки, которые патрулировали территорию на лошадях. Сразу сообщили в единую диспетчерскую службу. И вот под рев сирен на место прибывают спасатели. Им помогают муниципальные предприятия. Так Иркутск-Автодор часть техники уже оснастил всем необходимым для тушения огня. Две оборудованы уже и рукавами, и лестницами для помощи, так скажем, пожарным подразделениям. И применялись эта техника, применяется постоянно. Как только у нас угроза, есть прогноз угроза ветра более 15 метров в секунду, данная техника расставляется в пожарных частях, садятся туда дополнительно пожарные. То есть и применяется как дополнительная техника для тушения, горения сухой растительности и подвоза воды на пожар. Здесь нужно действовать максимально быстро. Торф залегает на глубине 5 метров. И все Иркутяне прекрасно помнят, как из-за его тления на майские праздники 2016-го город заволокло дымом. Территорию проливают, подвозить воду помогает водоканал. Общими усилиями потушить инсценированный пожар удается меньше, чем за 10 минут. Я очень благодарен нашей службе, МКБ «Город», руководству второго отряда МЧС, которые базируются и работают вместе с нами. И вы сами видите, кстати, если говорить о статистике, то практически на 40 с лишним процентов уменьшилось число возгораний, которые не локализуются или локализуются с трудом. Это хороший показатель. И еще раз повторяю, это очень важная и нужная работа. И еще о статистике. Профилактическая работа и контроль за соблюдением особого противопожарного режима сделали свое дело. С начала сезона в границах областного центра не зафиксировано ни одного возгорания сухой растительности. Галина Тернева, Николай Крупченко. Новости сейчас.